И, восходя в Иерусалим, Иисус отозвал 12 и в пути сказал им, Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и приговорят Его к смерти, и предадут Его язычникам на поругание, и бичевание, и распятие, и в третий день Он восстанет. Мы говорили с вами уже о том, что существует несколько текстов, которые говорят о поругании Мессии или о страданиях Его. Мы не будем их сейчас повторять. Может быть один только кусочник из Иханод Рабати, или так называемая литература Чертогов, мы с вами говорили. Опять не относитесь в этом тексте буквально ко временам, ко срокам. Это все есть лишь представление о мессианстве того времени и о страданиях. Всевышний заковывает Мессию на 8 лет, говорится в этом тексте. Подобно тому, как ребенок первые 8 дней жизни до обрезания не может войти в общину Израиля. Мы знаем, что обрезание осуществляется на 8 день. Так и Мессия в эти 8 лет презираем и сокрыт Святой Благословенный, отвращает лицо от Него. Господи, зачем ты оставил меня? Он был презираем. Муж скорбей. Исаия 53 глава. По предшествии 8 лет, опять-таки, отнеситесь к этим цифрам с известной долей скепсиса. Они ничего не должны нам говорить. Собственно, иудаизм на них не настаивает. Просто речь идет о самом факте страдания Мессии. По прошествии 8 лет Всевышний сам выводит его из заточения и встречает его многочисленные воинства. Но он идет с ними в Вавилон и там просит милости на Израиль. А горе нам, что мы заблуждались во след этому сумасшедшему, считая его помазанником, говорят народам. Многие думают, что он на самом деле сумасшедший. Иисус предупреждает нас. Мы безумны ради Христа, ради Него. И в каком-то смысле Иисуса тоже воспринимают как человека, как одержимого. И говорит им Всевышний, сумасшедшим вы называете Его. Я покажу вам Его свет, сияющий от края до края земли. То есть Иисус говорит им о серьезных вещах, которые Его ожидают, серьезных испытаниях. И ученики продолжают Его слушать. Тогда подходит к Нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у Него. И Он рассказал ей, чего ты хочешь? Она говорит, скажи, чтобы сели эти два сына, еврейская мама. Она хочет, чтобы один был доктором, другой адвокатом, до всей видимости. Но Иисус говорит, что на самом деле это не такая уже Меция, как мы говорим. Это не такая уже находка, не такая уже радость. И Он говорит, пить чашу будете. Сидеть же по правую и по левую сторону – это не Я, но это от Отца. Традиция говорит, что во многих собраниях самый старший сидит в центре, второй по важности справа, а третий слева от него. Например, Ирувин 54б. Сказал рабе Иуда, всегда шел Арон по правую руку от Моисея, как учили мы, если трое идут в дороге, то раб идет посредине. Больше из его спутников справа и меньше из его спутников влево. То есть справа и слева. Причем больше, естественно, не в физическом смысле, а по усердию своему в Торе. В другом месте мы читаем, в будущем Всевышний усаживает Мессию по правую руку, а Авраама, прошу прощения, по левую руку от себя. Как написано, слово Господа, Господину моему, сказал Господь Господину моему, сиди справа от меня, или одеснуи меня, доколе не сделаю врагов под ножем ног твоих. Или доколе не положу врагов под ножем ног твоих. Сказал раби Шмуэль бар Нахман. Трое просили не так, как подобает. Трактат, когда человек сам не знает, чего он просит. Опасность заключается в том, что если просьба его будет исполнена, он может оказаться в опасной ситуации. Очень часто люди, выражаясь языком простым, требуют машины у Господа Бога, не получив предварительно права на вождение этой машины. То есть, мы должны бояться быть раздавленным благодатью. То есть, молитва наша Господу Богу, она должна быть соразмерна той мере благодати, которую мы имеем на сегодняшний день, и возможностям, которые Господь Бог дает нам. И вот такой пример молитвы, когда человек не осознает величину просимого. Сказал раби Шмуэль бар Нахман. Трое просили не так, как подобает. Двое ответили, как подобает, а третьему ответили не так, как подобает. Вот они. Лезер, раба, Авраам, Шауль, сын Киша, ифтах из Гиляда, и лезер, сын Авраама, спросил. Итак, сделай, чтобы девице, которой я скажу, наклони ведро свое, я напьюсь. Может быть, даже хромая, даже слепая? Ответили, как подобает, и повстречал он рифку. Шауль, сын Киша, который сказал, того человека, который убьет его, царь обогонит богатством великим, и дочь свою выдаст за него, и дом отца его сделает свободным Израилем. Может быть, это даже раб, даже незаконорожденный. Но ему ответили, как подобает, и вышел к нему Давид. Ифтах из Гиляда сказал, да будет, выходящий из дверей дома моего навстречу мне, по возвращению моим с миром атманитян, да будет он Господу, и вознесу это во всесожжение. Может, даже не чистое животное. Ответили ему, не как подобает, и вышла ему его дочь. Об этом сказал Иеремия, разве нет бальзама в Гиладе, разве нет целителя? То есть, он же не ожидал, что выйдет его дочь. Поэтому молитва должна быть еще и соразмерная, и просьба должна быть соразмерная. Иисус говорит о чаше. Чаша это известный образ страдания, который есть в еврейской литературе. Она также известна как образ божественной кары. Иисус же, призвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи показывают над ними свою власть. Между вами, да, не будет так. Но кто хочет стать великим между вами, пусть будет вам слугою. А кто хочет быть между вами первым, пусть будет вам рабом. В самом деле, он возвращается к предыдущей. Первые последними, последние первыми. Хотя, конечно, равнистическая среда, огромное внимание уделяется иерархии, и субординации. Трактат Кедушин, 32-б. История, которая произошла с раби Леезером, раби Йошуа и раби Цадоком. Которые возлежали на перу сына рабан Гамлиэля. А сам рабан Гамлиэль, председатель Сан-Идрина, сын Гелеля. Это тот самый Гамлиэль, у ног которого воспитывался Павел. Председатель Сан-Идрина, сын Гелеля, внук раба Иуда Анаси, прислуживал им. Подал он кубок рабе Леезеру, и тот не принял. Подал рабе Йошуа, и тот принял. Сказал рабе Леезер, что же это? Ишуа. Ишуа, не Ишуа, не Иисус. Мы воздержим, а учитель наш рабан Гамлиэль прислуживает нам? Ответил рабе Йошуа. Бывало, что и тот, кто больше него прислуживал. Ведь праотец наш Авраам был главой поколения, но прислуживал гостям, как написано, и взял масло и молока, и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял под для них под деревом, и они ели. Рабан Гамлиэль и рабе Йошуа путешествовали на корабле. И у рабан Гамлиэля был хлеб, а у раби Йошуа хлеб и мана. Когда у рабан Гамлиэля закончился хлеб, он стал питаться манкой раби Йошуа. Спросил его, откуда ты знал, что мы так задержимся в дороге, что захватил еще и манку. Раз в 70 лет, ответил он ему, восходит необычная звезда и сбивает с дороги корабли. И я подумал, а вдруг она и нас собьет с пути, и на всякий случай захватил манку. Сколько мудрости у тебя, а ты вынужден путешествовать на корабле, чтобы прокормить себя. Ты удивляешься мне? Ты подивись на своих учеников. Они знают, сколько капель есть в море, но у них нет еды и одежды. Задумал рабан Гамлиэль посадить их в суде судьями. Пригласил их, и не пришли они. Пригласил их повторно, и пришли они. Сказал он им, вы думаете, я даю вам власть? Рабство даю я вам. Как сказано, если ты будешь сегодня слугой людям этим, и будешь служить им, то завтра будешь господином. Это известный мотив, который, к сожалению, сегодня воспринимают далеко не так. Слуги народные, правительство наше. Хотя, если бы они на самом деле заследовали словами Иисуса, или по крайней мере еврейской традиции, то многое могли бы поменять еще и в сегодняшнем мире. Как и сын человеческий не до того пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и дать душу свою, как выкуп за многих. Смерть праведника еврейской традиции, она искупает многих. Именно так воспринимали слова Иисуса его непосредственная аудитория. Сказал Раби Авабар Авина. Почему рассказ о смерти Мирьем написан рядом с рассказом о пепле коровы? Чтобы научить нас, что как пепел коровы искупает, так и смерть праведников искупает. А почему рассказ о смерти Аарона написан рядом с рассказом о разбитых скрижалях? Чтобы научить, что тяжела для Всевышнего смерть праведника, как разбиение скрижалей. В книге Маковеев, о таком искуплении говорит один из детей еврейской женщины, вторая Маковейская. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то он опять умилостивится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмиваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение по завету Божию, получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и с карами исповедал, что он один есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш. Ну, первое, наверное, все надо усвоить отсюда, что какими бы ни были наши обстоятельства, гнев Божий всегда праведен. И второе, когда Иисус искупает нас от всякого греха, это возможно потому, что Он абсолютно совершенно невинен и безгрешен. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok